В эфире новости на девятом канале в студии Игорь Богатырев. Здравствуйте! Староскольские и Белгородские инфекционные центры лучшие в России, заявил Вячеслав Гладков. На экскурсию в новый госпиталь губернатора пригласил областной парламент. Депутаты впечатлились. Если выстроить семь корпусов госпиталя в ряд, то их длина составит 2,5 километра. В день медики нахаживают здесь по 20 тысяч шагов, рассказывает руководитель центра врач-инфекционист Лолита Толмачева. В штатном расписании вместе с тех персоналом более 300 человек. Это совершенно другой уровень. Новая, чистая, светлая, красивая, с высокими потолками, хорошо оснащенная. Коллеги приходят сюда с удовольствием. Студенты приходят к нам на экскурсии. Студентам все нравится и уже некоторые просятся на работу. Мы планируем 54 врача, 113 медсестер, 90 санитаров и прочее. Около 60 человек. Это высокотехнологичный госпиталь, поэтому нужны будут инженерные службы, айтишники. У нас большая больница Луки Крымского. Сотрудников у нас много. И, в общем-то, будем надеяться, что с персоналом проблем не будет. На строительство госпиталя ушло больше года, хотя планировали за 60 дней. Но в этом есть и плюсы, считает губернатор. Успели приобрести современное медоборудование до введения санкций на его поставки в Россию. Мы в Залихватске хотели построить оба инфекционных центра за два месяца, за три. Я очень рад, что на самом деле эту цель мы ставили. Почему? Потому что, если бы этого не произошло, я думаю, что мы даже не сдали бы сейчас в Белгородске. Проект госпиталя, рекомендованный российским Минздравом, внесли изменения по настоянию старооскольских медиков. Из каждого бокса отдельный выход. Скорая помощь будет госпитализировать пациентов сразу в палату. В одноэтажной больнице 514 дверей на улицу. Старооскольский инфекционный центр – это даже на шаг вперед. Чем в Белгородске, хотя разница между вводом и эксплуатацией всего 6 месяцев. Высокотехнологичный госпиталь рассчитан не только на лечение ковида, но и сопутствующих заболеваний пациентов. Здесь все готово и к экстренной хирургической помощи. Это третий лепесток – Оверблок. По одной стороне у нас помещение условно чистая зона. Это все чистое, там, хранение и так далее. Препараты, оборудование. А эта условно-грязная зона, где происходит обработка, уже использована. И так далее. Потому что здесь самая главная цель – это инфекционная безопасность. Все может стерилизоваться, обрабатывается. Универсальный операционный стол предназначен для любых видов хирургических вмешательств. На брюшной полости, гинекологических, урологических, при травмах конечностей. Современный томограф выдерживает вес пациента до 250 килограммов. Многофункциональные стойки для фиброгастро и бронхоскопии. Аппараты ИВЛ и наркозной установки. Кровати с весами и подъемными механизмами-гамаками для больных, тяжелых во всех смыслах. Длина современной койки тоже регулируется. Так что удобно разместиться сможет даже самый высокий депутат облдумы – волейболист Тарас Ктей. Его рост – 205 сантиметров. Предусмотрены палаты для пациентов на гемодиализе. Это мониторы, которые можно следить за давлением, за пульсом, за частотой сердечных сокращений. Присоединяются к пальчикам. Кислород. Кислород. Центров, подобных этому, в России немного. И на сегодня Старооскольские и Белгородские инфекционные госпитали – лучшие в стране, уверенно заявил Вячеслав Гладков. А депутаты шептались между собой, что в новой клинике и болеть не так уж страшно. Анна Семенова, Евгений Левошко, Илья Самсонов, 9 канал. Дед Мороз. Все это, чтобы поздравить попавших под Новый год в больницу ребятишек. Одни еще совсем крохи, несколько месяцев от роду, другие – подростки. Деду Морозу-скалолазу радовались все. А к тем, кто не успел его увидеть, он пришел прямо в палату. Да не один, со свитой добрых помощников. По традиции, к каждому подарку – добрые слова. Искренне хочу вас поздравить от всех взрослых дядей и тетей с наступающим Новым годом. И кажется, мамам такой сюрприз понравился едва ли не больше, чем детям. Некоторые даже просили дедушку с внучкой остаться и сфотографироваться. Вдруг скажут, что приснилось. Мне никто не поверил. У сына Сабины Бобровой аллергия. Но она пройдет. А снимок с Дедом Морозом и Снегурочкой на память останется. Несмотря на то, что я уже не ребенок, конечно, очень хочется верить в чудо. И появилось ощущение этого чуда новогоднего. Спасибо огромное Деду Морозу. Спасибо огромное всем, кто это организовывает. Для детей это очень важно. Особенно, когда многие детки здесь лежат без родителей. И вот так, глядя в окно, они видят, что вокруг происходит чудо. Они верят в это чудо. Случилось чудо и с Сашей Драниковым. Сначала волшебники-врачи удалили ему грыжу. А затем появился Дед Мороз, первый в его жизни. Ой, сегодня у нас первый утренник. Мы вот так ждали, ждали подарков. Такой Дед Мороз, Снегурочка, а какие зайки. Какой тигренок был. Это просто волшебный день. Подарки хорошие. И Дед Мороз. Спасибо вам всем за такое настроение. Все с волнением ждали. Учили стишки. Ну, он чуть-чуть еще маленький. Но он тоже радостно для него все было. А для мамы? Очень. Для мамы вообще просто волшебный день. Радостный, незабываемый. Просто даже не верится, что такие чудеса происходят в больнице. Под Новый год. Ну, мы теперь будем знать. А вот четырехлетний Егор с этим чудом уже знаком. Мы в прошлом году тоже под Новый год здесь лежали. У вас традиция лежать под Новый год? Похоже, что уже да. А что Дед Мороз подарил? Ты уже видел? Да, конфеты. Я люблю литамины конфетные. А литамины конфетные делают из конфеток. Традиция замечательная, особенно для тех, кому придется здесь Новый год отмечать. Конечно, это позитив. О том, как важен позитив больным, Светлана Немцева знает лучше многих. Через больницу Луки Крымского проходят тысячи пациентов. И дела на поправку идут быстрее у тех, кто в хорошем расположении духа. Все у нас в голове. И если у нас в голове позитивные эмоции, конечно, мы выздоравливаем быстрее. Спасибо Дедушке Морозу за эмоции, за сладкие подарки и за ту традицию, которая складывается у нас в округе. Детки, которые поступили вчера, сегодня утром их предупредили, что придет, ожидаем Дедушку Мороза. Они говорят, как мы вовремя поступили в больницу. Вот что значит дети, да. Несмотря на то, что они в больнице, они очень рады и ждут Дедушку Мороза и хотят чудо. А вы верите вообще в Деда Мороза? Конечно, верю. Все люди в него верят, мне кажется. И мы все верим в новогоднее чудо, и мы все под бой курантов загадываем желания. И я желаю, чтобы все, что мы загадаем, чтобы в новом году сбылось. Почувствовал себя немного чародим и глава администрации округа. Всегда приятно дарить праздник. Всегда приятно дарить эмоции. Большое спасибо добрым волшебникам, которые нам помогают. Это весь персонал, наши медицинские работники. Мне кажется, что их забота, их тепло, они точно у каждого из ребят останутся в душе и в сердце. То есть самое главное все-таки волшебники, это люди в белых халатах. Сто процентов. С сегодняшнего дня на портале Госуслуг можно подать заявление на универсальное пособие. Оно объединит ряд действующих мер социальной помощи семей, в том числе выплат на детей от рождения до 17 лет и беременных женщин с низкими доходами. В Старомосколе новая универсальная мера поддержки охватит порядка 70 тысяч семей. Новый механизм назначения пособий должен сделать систему начислений проще, понятней и удобней для получателей. Теперь не нужно подавать заявление в два разных ведомства. Часть полномочий управления соцзащиты передает пенсионному фонду. Ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка, ежемесячная денежная выплата в связи с рождением, усыновлением третьего ребенка и последующих детей до достижения ими возраста трех лет и ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, они передаются из Управления социальной защиты населения в фонд пенсионного и социального страхования. Новое пособие объединило всего шесть действующих выплат, связанных с материнством и детством – от беременности и рождения до 18 лет. Назначается социальная поддержка по заявлению. Заявление на единое пособие можно подавать уже начиная с 1 января 2023 года через государственные услуги, путем обращения в многофункциональные центры или путем обращения в клиентские службы Пенсионного фонда Российской Федерации. Существенное отличие нового механизма начисления в дифференцированном подходе. В зависимости от доходов семьи пособие будут начислять в размере 50%, 75% или 100% прожиточного минимума. Определяется прожиточный минимум на душу населения каждого члена семьи, а также обязательно производится комплексная оценка имущественного и финансового положения семьи. Также определяется обязательно, что взрослые члены семьи, родители должны иметь доходы или должны соответствовать правилам нулевого дохода. То есть доход, если отсутствует, то должна быть уважительная причина отсутствия дохода. Основаниями нулевого дохода являются уход за детьми в многодетной семье или семье с единственным родителем, обучение на очной форме для лиц моложе 23 лет, срочная служба в армии, лечение длительностью от 3 месяцев, официальный статус безработного, уход за родственником старше 80 лет и отбывание наказаний в местах лишения свободы. Если таких причин для отсутствия доходов нет, в выплате будет отказано. Утверждены и требования к имущественному положению семьи, претендующей на помощь. Должна быть одна квартира. При этом на каждого члена семьи должно быть не более 24 квадратных метров. Может быть жилой дом, коттедж. При этом на каждого члена семьи не может быть превышения квадратных метров 40. Здание нежилое. Это садовый дом. Тоже должен быть один. Гараж. Здание нежилое, которое подлежит хранению, какие-то необходимые для строительства материалы, они тоже должны быть в одном экземпляре. Если земельный участок, если это город, то не более 0,25 соток. Если это село, то не более гектара. Также автотранспортные средства, мототранспортные средства, оно тоже должно быть одно. Все эти ограничения не распространяются на имущество, приобретенное для льготников с участием государственных средств и фондов соцподдержки. В случае, если все условия соблюдены, единое пособие назначается сразу на год. Новое заявление нужно подавать за месяц до окончания срока выплат. Те, кто не захотят переходить на универсальную поддержку, смогут получать помощь по старым правилам. Все уже назначенные пособия за январь перечислят до конца года. Анна Семенова, Евгений Левошко, Илья Самсонов, 9 канал. 120 староскольских детей с ограниченными возможностями здоровья побывают в резиденции Деда Мороза. Ехать в Великий Устюг не придется. Дед Мороз вместе с домом и сказочными друзьями приехал сам. Расположился на берегу староскольского водохранилища. Посреди соснового леса раздается детский смех. Ребята особята приехали отмечать Новый год. Встречает их внучка Дедушки Мороза Снегурочка. Она проверяет, знают ли дети новогодние песни, умеют ли водить хоровод. Все экзамен сдали. Можно и к волшебнику в дом. Поесть пришли. Поесть пришли. О, это хорошо. Мы тут поесть тоже приготовили. Вот только Дедушка так притомился, что уснул. Разбудить его ребята смогли только дружным хором. Ой, ребятки, уже пришли. Здравствуйте. Дед Мороз в этом году с собой и гусли прихватил. Вместе с внучкой развлекал маленьких староскольцев и их родителей. Это такой шанс не всем выпадает, чтобы увидеть по-настоящему, как Дедушка Мороз живет. Вот вместе в компании с друзьями. Тут так все нарядно, красиво, волшебно. Да и Дед Мороз какой. Вы представляете, играет на гуслях, песни поет. У него такой тигр. Это просто невероятно. Ребята подготовили для Деда Мороза стихи и рисунки. А добрый волшебник каждому вручил сладкий подарок. Также дети смогли шепнуть Дедушке и о своих сокровенных желаниях. Мне очень понравилось. Мне понравилось мне плясать, танцевать и загадки отгадывать люблю. Я догадала желания, здоровья, удачи и успехи. Вообще я мечтаю ехать на машине. Куда? По делам. Ажи на Мальдивы. Ага. Скажи на Мальдивы. Короче, на Мальдивы. Все отлично, классно, вкусно, весело, празднично, волшебно. Мечта – создать самую популярную игру. Резиденция новогоднего волшебника для особенных малышей – проект общественной организации «Мы вместе». Юрий Карапузов второй год подряд собирает единомышленников. Одни представляют площадку, другие – сладкие подарки, третьи становятся артистами. Помогают и родители мальчишек и девчонок. Все сложилось, родители наши молодцы. Нам и будильник собрали, денежки купили. С прошлого года родители купили елочку. Ну и, конечно же, все, что здесь есть, это все либо поделки детей, либо это родители нам подарили и так далее. Ну и у нас переплетаются еще другие проекты, стойки и все остальное. Это как бы из других наших проектов. Еще очень большие планы. Хотим построить собственную резиденцию Деда Мороза, чтобы она была прямо из сруба, деревянная, и обустроить ее прямо по полной программе. До конца недели резиденцию Дедушки Мороза посетят еще около сотни ребят. Анастасия Иконникова, Алексей Грачев, Михаил Актеонов, 9 канал. На этом наша программа завершена. Впереди прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Наступающий год кота обещает быть таким же мягким, ласковым и спокойным, как этот пушистый зверек. Задобрить тотемное животное любимым лакомством рыбкой лучше с первых дней Нового года. А для этого нужно заглянуть на выставку, ярмарку и край рыбы Камчатки. 35 видов диких рыб – нерка, палтус, кижуч, тунец, белорыбица, конечно же, королева лососевых – чавыча. Она представлена сразу в трех вариациях – холодного, горячего копчения и слабосоленая. Мы норильчане, мы очень любим рыбку. Приходим постоянно сюда, потому что живем в зеленый лог. Купить полезные деликатесы и восполнить дефицит жизненно важных микроэлементов можно во дворце спорта «Аркада». Вежливые продавцы-консультанты помогут не растеряться в многообразии выборов. К новогоднему столу готовимся, закупаемся потихоньку. Вот купили икры и красные рыбки для бутербродов. Очень нравится качество и рекомендую друзьям, знакомым, потому что здесь действительно всегда все свежее. Красить новогоднюю трапезу можно самой красивой икрой из Камчатки. Этот деликатес – заглядение для глаз. А уж на вкус! Икринки крупные, сочные, яркие. Прилавки во дворце спорта «Аркада» заполнены угощениями и ждут вас до 31 декабря. В студии Анастасия Иконникова. Здравствуйте! Новый год уже на пороге и погода подстать. По данным гидрометцентра, в четверг, 29 декабря, снег. Утром минус два, возможно, голоридится. Будьте осторожны. Днем потеплеет до плюс одного, но ощущаться будет как минус пять. Вечером и ночью около 0 градусов. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. Растущая луна, магнитное поле спокойное. Рассвет 8 часов 33 минуты. Закат 16-27. Атмосферное давление выше нормы. 751-753 миллиметра ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова